Здравствуйте всех зрителей Буктова! Мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». В ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста, подготовленной корреспондентами нашего канала в студии Виктория Нечаева. Главные темы выпуска. Горжусь тобой, Беларусь! Брещина торжественно отметила главный государственный праздник страны – День независимости. Праздничные мероприятия в Бресте начались рано утром с возложения венков на площади Свободы и в Брестской крепости герои. А вечером брещане стали участниками всебелорусской акции «Споем гимн вместе». Есть слава, которой не будет забвения, есть память, которой не будет конца. История маленького памятника Большой Победы в деревне Дубраво Брестского района, благоустроенного неравнодушными сельчанами. Марафон подарков для белорусов в деревне Скоки Брестского района после масштабной реконструкции открылся детский сад на 175 мест. В эфире «Итоги недели» мы начинаем. День независимости отметила наша страна. Глубоко символичен этот праздник для Республики Беларусь, которая за десятилетия своего существования на политической карте успела укрепить позиции как суверенное государство со своим устоем, внешней и внутренней политикой. Дата празднования этого важного для нашей страны дня уходит своими корнями в глубокую историю, в события Великой Отечественной войны, отголоски которой будут слышны еще очень и очень долго. Верные памяти белорусы чтят подвиг своих дедов и прадедов, участников событий трагических сороковых. Возлагая в этот день цветы к монументам в честь погибших воинов-освободителей, мы говорим о том, что их подвиг стал залогом мирного существования нашей державы сегодня. И во всем, что мы имеем, есть великая заслуга людей, положивших жизнь на алтарь свободы. По традиции, памятные мероприятия прошли в областном центре в знаковых для брещан местах. Окупация Минска продолжалась целых три года. 400 тысяч погибших от рук фашистов, разруха. Усалила тогда лишь пятая часть от общего количества городских сооружений. Однако, несмотря ни на что, в белорусской столице по-прежнему верили – победа будет за советской армией. Освобождение Минска в далеком 44-м практически подвело черту в той тяжелой войне на территории Белорусской республики. Еще одна победа укрепила дух солдат и веру в то, что с коричневой чумой будет покончено. Я был станковым пулеметчиком. Если вы видите, когда той Максимка на колесках, считайте, вот это моя повседневная боевая работа. Для Николая Гринева война началась в 17. О таких окон говорили тогда. Мальчишка взял в руки автомат и браво сражался наравне со всеми. Казалось, а кто, если не он? Фронтовые годы пролетели, но чувства и эмоции, пережитые десятилетия назад, будоражат сердце Седовласова героя до сих пор. Мне, как и всему народу, этот день очень дорог. Вся эта сфальфеда, это же мы прошли про тяжелую жизнь. Мы старались принести людям добро, свободу, как говорится, жизнь. Отстояли. Друзья мои отстояли. Мне, слава Богу, еще. Для меня это очень большие праздники. Я преклоняюсь перед всеми, что это отдавалось нелегко. Но, тем более, я в своих неполных 19 лет прошел два года войны при двух ранениях. Николай Гринев встречает День независимости вместе с другими ветеранами у обелисков и памятников воинам-освободителям. Ведь этот праздник появился в белорусском государственном календаре, в том числе и благодаря заслугам каждого из них. Возложение цветов к стелям на площади свободы в День независимости уже давно стало традицией. Ветераны, представители городской вертикали власти, руководители общественных объединений и организаций, дипломатических миссий. Всех объединил этот важный праздник. Уже многое сделано для того, чтобы увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Оказывается, посильная помощь ветеранам. Однако многое еще предстоит. Это задачи современного поколения брещан, которые сегодня развивают наш город. Хочу поздравить всех брещан с одним из главных государственных праздников – Днем независимости. Этот праздник мы встречаем уже во втором тысячелетии нашей истории. И осознаем и понимаем, что только в независимом государстве, только самостоятельно определяя, в том числе и городские приоритеты, развивая нашу экономику, мы можем жить счастливо, гармонично и спокойно. Я думаю, что сегодня Брест, город Брест, олицетворяет вот эту независимость, олицетворяет наше развитие. И хочу поздравить всех брещан с этим замечательным днем. Всем крепкого здоровья, понимания, что все в наших руках, что наша история, наша независимость, наша жизнь – это производная нашего отношения ко всем процессам, происходящих в том числе вокруг нас. Возложением цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и минутой молчания участники действия по традиции почтили память защитников цитадели. Легендарный подвиг солдат укрепления остался особой историей в летописи Великой войны. Отдавая честь павшим и живым по площади церемониалов, торжественным маршем прошли нынешние защитники Отечества. К счастью, в мирное время в руках солдат оружие в лишних парадах и учениях. Сегодня регион, несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, продолжает работать и развиваться, делать уверенные шаги вперед. Предприятия работают от пандемии, потихоньку уходим, начинаем уборку, хоть погода немножко нас держит, но это нормально. Сельскохозяйственные предприятия готовы, поэтому спокойствие в городе, в области. Поэтому это тоже вызывает оптимизм в том, что наши люди понимают те задачи, которые стоят перед нами. И я уверен, что они будут выполняться без равных трудностей. В нашей стране уже стала хорошей традицией открывать важные социально-культурно-инфраструктурные объекты в День независимости. В 2020-м в эту летопись было внесено еще одно событие. На территории цитадели распахнула свои двери новая экспозиция, рассказывающая о подвиге защитников Восточного форта. Реставрации и оснащение объекта были реализованы благодаря финансовой поддержке Союзного государства. Среди многих проектов, которые поддерживает Союзное государство, реконструкция крепости героя занимает особое место. С 2018 года ведется работа, которая сохраняет для потомков уникальный памятник не только истории, но и человечности, мужества, жертвенности ее защитников. В числе первых гостей экспозиции губернатор региона, руководство области и города. Как и рассказывают историки, на территории Восточного форта сражались более 400 бойцов и командиров из разных воинских частей гарнизона Брестской крепости под командованием майора Гаврилова. Защитникам удалось превратить форт в самый мощный и организованный очаг сопротивления крепости. Очередная экспозиция пролила свет на многие малоизвестные факты истории. Проведена была большая научная работа. В любой истории, в любом событии, наверное, самое важное это человек и что он сделал для себя, для своих родных, для близких, для страны в конце концов. Мы в тех экспозициях не так активно, может быть, рассказывали об обороне Восточного форта, учитывая, что здесь много защитников, к счастью, пройдя плен фашистские концлагеря, они выдержали и остались много живых после войны. Мы о них даже немного больше знаем, чем о некоторых защитниках в других местах Брестской крепости. Поэтому мы снова рассказываем о судьбах тех, кто защищал Восточный форт. Экспозиция Восточного форта разделена на тематические залы. Одним из главных экспонатов стало знамя 393-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона. Его нашли во время поисковых работ в крепости в далеком 1956 году. И макет 1800-килограммовой бомбы, сброшенной на форт во время одного из обстрелов. Работникам крепости и историкам удалось сделать все так детально и так эмоционально, что в некоторые моменты на глаза невольно наворачиваются слезы. Цена освобождения и нашей мирной жизни оказалась слишком высокая. Вот эти стены, они сегодня остались, и вы видите на них осколки снарядов. Поэтому в этом, конечно, самое главное, что человек может прийти сюда и ощутить атмосферу того времени. И как здесь было. Мы прошли даже небольшой группой, да, и вроде бы нам жарко. Представьте, что в то время, как это было. Это тоже было лето, это было жаркое лето. И здесь находиться без воды, без питания, и семьи находились. Это вообще вот очень сложно себе представить. Значит, и отдать дань мужества, конечно, этим людям, которые были здесь. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Весь вчерашний день Брест был пропитан атмосферой праздника. К подножию памятников и обелисков горожане несли цветы, вспоминая своих земляков. В День независимости Беларуси брещане с утра и до позднего вечера могли участвовать в различных праздничных мероприятиях. Завершился праздничный день большим часовым концертом, традиционной акцией «Споем гимн вместе» и красочным фейерверком. Как это было и с какими чувствами брещане встретили этот важный день, расскажем прямо сейчас. Беларусь судьба моя, здесь мой добротной, моя семья. Кульминация вечерней программы – традиционный праздничный концерт в Брестской крепости. Собралось большое количество зрителей. Среди них руководители области и города, представители депутатского корпуса, ветераны войны и труда, труженики предприятий, активисты Белорусского республиканского союза молодежи, а также горожане, которые предпочли вживую, а не по телевизору, проникнуться атмосферой праздника. Мы стараемся каждый год и с детьми, и с коллегами по работе прийти в Брестскую крепость, в эту священную нашу, на эту священную нашу землю. И я хочу поздравить всех с большим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, успехов и мира нашей родной Беларуси. Я работаю в школе молодежи. Наступает такое время, когда, ну, есть такой момент немножко недопонимания всего того, что было, какими трудными были те годы и как это все, какие жертвы понес народ. Поэтому мы здесь, поэтому мы сегодня празднуем День независимости нашей республики. И надеемся, что молодежь наша тоже в будущем будет вот эти традиции поддерживать. Дедушка один и второй отдали свою жизнь за то, чтобы над нами было такое мирное небо. И внучка моя тоже бегала по такой земле, сегодня такая цветущая. Поэтому это самый прекрасный день. И мы всей семьей здесь, рядом все сюда пришли. А чего хочется пожелать сегодня Беларуси? Вы знаете, процветать, процветать и мира. Самое главное – мира. И здоровья всем. Все чувства, которые сейчас, они превыполняют. Мир – это самое дорогое, что у нас есть. Выступили лучшие творческие ансамбли. Один за одним на сцену поднимались артисты и народные коллективы, исполняли песни и на белорусском языке. Вообще, в главный государственный праздник, День независимости, все музыкальные композиции звучали как-то по-особенному. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ НА ВЫСОКОЙ НОТЕ В значимом для каждого обрещания на месте цитадели над Богом можно было услышать, как звучит голос всего города. В рамках уже традиционной акции «Споем гимн на выместе» обрещание спели государственный гимн. Попевали все – высокопоставленные чиновники и бизнесмены, депутаты, руководители и труженики предприятий, ветераны, спортсмены, молодежь. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А ровно в 23.00 огненное шоу раскрасило небо Бреста. Было красиво. Смотря на салют, который, к слову, длился целых 7 минут, понимаешь, какими бы серьезными ни были последствия войны, сегодня Беларусь – независимая и цветущая страна. Есть слава, которой не будет забвенья, есть память, которой не будет конца. Говорят, война не заканчивается, пока жив хоть один ее солдат. Но и через столетия люди будут помнить те страшные и великие годы, будут помнить каждого солдата, который сражался на фронтах этой страшной войны, будут помнить тех, кто совершал подвиги на море, на суше, в небе. Не предана забвению память погибшим в 1944 году летчики и в деревне Дубраво Брестского района. Инициативные жители при поддержке сельского совета поставили памятник на месте трагедии и приходят сюда старожилы, молодые люди, ребятишки. Есть уже и своя традиция отмечать 9 мая здесь, в лесу, в этом священном для сельчан месте. О маленьком памятнике Большой Победы наш следующий сюжет. Вот здесь, над лесом деревни Дубраво, 13 июня 1944 года был сбит фашистами бомбардировщик дальнего действия Ил-4. Экипаж в составе командира Минченко, штурмана Чигиря и стрелка-радиста Роговцева выполнял очередное боевое задание. Николай Минченко погиб еще в небе. Ему было 28 лет. Его товарищи спаслись. После падения самолета горело и взрывалось целую ночь. Как символ, на месте падения образовалось озерцо или болотце с водой, кроваво-красного цвета. Тут как-то летели, а я летел, сделал круг, там не допустили ее, там, и давай в лесу выбрасывать. Они сбили его, да? Утром встали, горит там все, лес горит. А мы, мальчики, давай побегем туда. Ну и забегали, там, горит, там, тоя, тоя. Там же людей насобиралось, тушили там, тоя, все. Ну и собирали этого летчика, его разорвало полностью. Вот такая война, чтобы она пронесла в горы каждому. Беда? Да, беда. Тимофей Карпович Клопот, очевидец той трагедии, и сегодня живет в деревне Дубрава. Говорит, что помнит все. Ему было уже 13 лет. Но о войне особо не любит вспоминать. Страшно. Главное, чтобы не повторилось, чтобы мир был. А потому память о героях нужно беречь. О том, что воспоминания о воинах-освободителях священны, говорит и Анатолий Малыш. Россиянин, приехав на Брещину, обосновался в Дубраве. Узнав, что где-то в лесу есть воинское захоронение, а памятный знак на месте трагедии установили в 2012 году специалисты поискового отряда, не просто заинтересовался, решил облагородить это место. Здесь все было захламлено. Сейчас мы маленько прибрали. Побеселее, поинтереснее стало. К самому месту падения подойти было невозможно. Там болото такое, оно было затоплено водой. И мы вот по этим соснам буквально здесь скакали, чтобы туда подойти, посмотреть, прочитать, что там написано. У меня сразу такая идея возникла, значит, облагородить, сделать небольшое благоустройство. Ну, в камни там, в плитке в лесу, мне кажется, это бы не смотрелось. А вот песочек, деревянные такие, значит, бордюрчики. И вот сделали. Один бы я ничего бы не сделал, я просто, я просто организатор. Ну, я строитель, комсомолец, бывший секретарь комсомольской организации, всю жизнь, как говорится, руководящих в должностях, так что мне мужиков там и женщин деревенских поднять было несложно. Все откликнули с удовольствием и все помогали. Трудились все и Дубравы. Конечно, к такому благому делу не мог не подключиться знаменский селисполком. И сегодня памятное место имеет ухоженный вид. Сюда приходят сельчане. Здесь уже в памятные дни проводятся мероприятия. Памятники, которые находятся в маленьких деревнях, далеко от дорог, от, скажем, глаза, где ездит начальство, они полностью находятся под опекой и под кронажем местных жителей. Это только благодаря их ПИБ-инициативе, благодаря их усердию, старанию. Вот они сегодня имеют такой ухоженный и вполне приемлемый вид. Мы только оказываем содействие. Мы поддерживаем любую ПИБ-инициативу местных жителей. Мы стараемся оказать по помощи материалам каким-то, то подсыпать дорожки, то оказать деревом, в частности тут. А так инициатива и забота местных жителей, за что им огромное спасибо. Во время раскопок были обнаружены фрагменты самолета, которые бережно сохранены и лежат у основания памятника. Мы смотрим сейчас на останки этого самолета. Вот у меня в руках, я сам как бывший летчик, я понимаю всю трагедию, которая здесь произошла. Это останки от приборной доски и органов управления самолета. Вот прибор, который, скорее всего, показывал обороты двигателя. Останки гильзы, останки каких-то металлических накладок. И вы знаете, это, на мой взгляд, именно здесь истоки нашей независимости. Вот не надо говорить много там о патриотикизме. Достаточно прийти сюда, постоять, поглядеть, прочитать информацию об этом летчике. И в сердце обязательно появится чувство гордости и радости за свою Родину. Похожие памятники стоят практически в каждой деревне Знаменского селесполкома, как символы бесстраша и мужества. И ни один из них не остается без внимания, а свою малую Родину жители Дубравы называют уникальной. Наша местность, она действительно уникальна. На территории современного сельского совета находятся 17 памятников и воинских захоронений. Мы с вами сейчас находимся на месте падения самолета и гибели командира экипажа. Уникальна еще территория тем, что при освобождении ее, наверное, в Беларуси такого факта больше нет, было три героя Советского Союза. Сегодня деревня Дубрава уютная, спокойная, истинно белорусская. Но кто живет здесь, никогда не забудет о тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной. Сколько их героев еще не найдено, их поиски продолжаются и сегодня. Лариса Осмолович, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите «Итоги недели» на БукТВ. Мы продолжаем. Они развивают экономику, строят дома, спасают жизни, учат детей, пополняют спортивную копилку наград региона. Церемония вручения дипломов «Человек года Брещина» и почетных дипломов победителям соревнования за достижение в 2019 году наилучших результатов выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития состоялась на минувшей неделе в Бресте. Мероприятие объединило руководителей и специалистов передовых коллективов региона, промышленных гигантов, сельскохозяйственных организаций, учреждений здравоохранения, образования, спорта. В следующем сюжете мы покажем тех, чьи фамилии и фотографии занесены на областную доску почета и расскажем, какие обязанности налагает на них новый статус. Эта церемония особенно вдвойне, ведь она состоялась в преддверии главного государственного праздника нашей страны – Дня независимости. Среди приглашенных – те, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в настоящее и будущее региона. Руководители, строители, аграрии, коммунальщики, врачи, педагоги, деятели культуры, спортсмены. Благодаря этим людям мы можем гордиться родным регионам. В этом году, церемонию вчера года, мы проводим накануне главного государственного праздника нашей страны – Дня независимости Республики Беларусь. И это логично, ведь именно благодаря труду наших людей, трудовых коллективов, их профессионализму и ответственности нам в области, в каждом регионе, удалось создать, значит, действительно хорошие коллективы трудовые. Хочу поблагодарить вас за старания, за устремленность, за усердие и умение работать на главном родном крае и нашей стране в целом. Желаю уверенно двигаться вперед, постоянно сближать производительность, осваивать новые технологии, соблюдать сочетки и работать на результате. На церемонии становится понятно, главное богатство любой страны – не природные ресурсы и полезные ископаемые, а люди, которые создают будущее собственными руками. В области жилищно-коммунального хозяйства был отмечен директор Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия Павел Богнюк. Награда вполне себе ожидаемая, ведь в прошлом году, к тысячелетию, силами работников ДЭПа сделано очень много. Без ложной скромности хочу сказать, что, конечно, когда тебя замечают и отмечают, и, конечно, приятно, но это, в первую очередь, хочу отметить, что это воспринимаю как не личную заслугу, а как результат работы нашего предприятия, Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Мы за прошлый год, я считаю, очень большую лепту внесли в благоустройство, в украшение города, в иллюминацию и так далее. И, наверное, это было руководством замечено. Поэтому большая благодарность и руководству города, и области за то, что нас заметили и отметили, и это заслуга нашего предприятия. В области общественной деятельности, информационной политики и высокую планку взяла Мария Гладун. В приоритете организации, которую она возглавляет, забота о людях, пострадавших во время военных действий. Очень неожиданно, но, наверное, самое главное, что это очень высокая оценка работы городской ветеранской организации. Я очень благодарна руководству области, города, администрации района именно за высокую оценку работы городской ветеранской организации. Я твердо уверена в том, что один в поле не воин, все решает команда. У нас в организационной структуре две районные ветеранские организации. Председатель Московской Леонов Николай Петрович и Ленинской Корпук Валентина Дмитриевна. Их роль огромна в работе нашей общественной организации. Конечно, роль первичных ветеранских организаций. У нас 44 тысячи ветеранов в городской организации, и они объединены в 228 первичных ветеранских организаций. Рационализм, профессионализм, качественное выполнение служебных обязанностей и, конечно же, уверенный взгляд вперед. Это позволяет Вячеславу Турбину и его команде прокладывать свой путь в белорусской экономике. Сегодня Банше – крупнейший в стране производитель шампиньонов. Бренд, узнаваемый не только в Беларуси, но за ее пределами. Более 90% производимой продукции экспортируется. Солидно. Гордиться есть чем но к присвоению нового статуса. Руководитель отнесся очень скромно. Достаточно неожиданная награда, потому что, на мой взгляд, есть гораздо более интересное предприятие, заслуживающее такой награды. А мы всего-то воспользовались удачной рыночной конъюнктурой. Нам просто повезло. И было удивительно, странно, вплоть до того, что я отказывался от награды. Потому что, ребята, есть другие, есть крутые организации, которые могут это получить. Только в этом году, наверное, есть повод для приложения каких-то знаний в области экономики и финансов. Потому что год непростой. Это и пандемия, это и финансовый кризис, это и нефтяной кризис. И вот как раз по итогам этого года, может быть, было бы как-то обосновано. Особенные люди в зале, медики, люди в привычных белых халатах, буквально на час сменили их на деловые костюмы. В это непростое время они продемонстрировали пример служения обществу и продолжают героически сражаться с вирусом. В области здравоохранения были отмечены сразу два лауреата. Главный врач Брестского областного эндокринологического диспансера Артур Григорович и главный врач областного психоневрологического диспансера Николай Сказкевич. Сегодняшнее мероприятие, конечно, очень волнительно, потому что понимаю, что достигнута очень высокая планка, очень высокая оценка заслуг, очень высокая награда, поэтому чувства противоречивые. С одной стороны, это позитивное чувство, признание твоих заслуг, но, с другой стороны, я понимаю, что планка достигнута очень высокая и придется прилагать усилий еще больше, чтобы соответствовать этому статусу. Учреждение здравоохранения совершенно маленьким штатом, но выполняющее огромные задачи. Мы оказываем помощь огромному количеству пациентов. Когда-то, в 1959 году, когда был создан впервые противозобный диспансер, принималось чуть более 12 тысяч пациентов. Сегодня мы принимаем около 40 тысяч пациентов в нашем диспансере. Кроме того, мы оказываем консультативную помощь всем учреждениям, областным учреждениям нашей области. У нас есть передвижная диагностическая лаборатория, которая такой выездной характер работы. Она курсирует по всем регионам Брестской области и на месте выполняет скрининговые исследования, заболевания щитовидной железы, занимается диагностикой сахарного диабета. Поистине грандиозные преобразования произошли и в спорте. В прошлом году в Беларуси определился обладатель главного титула футбола. Динамо Брест стал чемпионом страны. Многотысячная аудитория зрителей и болельщиков верила в победу, и это свершилось по делам, награды и поощрениям. Вы помните окончание прошлого сезона, и какая была радость не только в команде, не только в клубе, а это была радость вообще всего города, что наконец-то удалось переломить гегемонию футбольного клуба БАТЭ, и впервые наш клуб стал чемпионом. Соответственно, с таким же настроением, с такими же эмоциями мы восприняли эту новость о том, что мы удостоены размещения на доску почёта области. Задача у нас максимальная – это подтвердить чемпионство, но и впереди у нас игры в Лиге чемпионов, которая начнётся уже в августе. Надеюсь, что мы пройдём минимум групповой турнир. Они трудятся в разных местах, у них разные профессии, специальности, разный возраст. Наверное, они по-разному смотрят на многие вещи, но общее у них одно – любовь к своему делу. В деревне Скоки Брестского района открылся после масштабной реконструкции детский сад на 175 мест. До обновления он мог вместить всего 35 малышей. Можно сказать, это подарок маленьким жителям деревни в преддверии важного государственного праздника – Дня независимости Беларуси. Объект строили порядка года, он обошёлся в 4 миллиона 600 тысяч белорусских рублей. Да, на бюджет легла ощутимая финансовая нагрузка, но ведь дороже детей нет ничего. Открытие после масштабной реконструкции детского сада в деревне Скоки Брестского района – событие значимое. Потому неудивительно, что собралось большое количество гостей. Среди участников, конечно, воспитатели, родители с детьми, строители и первые лица области. Открытие этого учреждения позволило полностью ликвидировать очерёдность в детские сады в деревне Скоки. Наше государство и мы, естественно, в области большое внимание уделяем подрастающему поколению. Вы знаете о том, что много строится у нас в республике и в области. В прошлом году я вам могу привести, что мы построили большие детские сады. Значит, в Барановичах, в Пинске на 240 местах, это большая города наша. В городе Бресте два года назад самый большой садик, на 350 местах жили в новом микрорайоне. В прошлом году открыли школу-сад. Хороший день, с праздником вас всех. Всем добра, мира, всего самого доброго. Немало среди жителей деревни Скоки молодых семей есть и многодетные. До реконструкции детский садик мог вместить всего 35 малышей. Сегодня дошкольное учреждение рассчитано на 175 мест. На двух этажах разместился музыкальные и гимнастические залы, кабинеты дефектолога и психолога, медицинский блок, ясельные и дошкольные группы, большие спальни, обновленный пищеблок. Есть даже кабинет, где будут учить основам безопасной жизнедеятельности. Установлена система видеонаблюдения, современное оборудование, просторные коридоры, много игрушек. Во всех помещениях установлена специальная безопасная мебель полностью белорусского производства. Раньше здесь был только садик на две группы и 35 детей. Понятное дело, что со всех деревень Скоки, Бобровцы, Тюхиничи, прилегающих, обеспечить местами нельзя было. Конечно, благодаря райисполкому, Болусполкому, который выделил денежные средства, построено вот это красивое современное здание на 175 мест. И мы надеемся, что проблема на многие годы по деревне Скоки, прилегающим, будет решена. И в том числе, я думаю, она позволит нам немножко разгрузить и ближайшие дошкольные учреждения, где есть проблемы с местами в садике. Сегодня у нас большая радость для всего района, для всех жителей, наверное, и Прибужья. Будут разгружены дошкольные учреждения, ближайшие клиники, больше воспитанников примут в дошкольные учреждения в этом году, ковертяки. И, естественно, что всем нам хочется работать поближе к дому. Также и нашим детям хочется утром вставать и с радостью идти в детский сад, который рядом с домом. Да, родители радуются. Ведь сегодня вставать ни свет, ни заря, чтобы отвезти ребенка в садик в Брест, больше не нужно. Отныне все в шаговой доступности. Этого момента жители деревни Скоки действительно ждали с большим нетерпением. Для нас лично это очень долгожданное, очень приятное, потому что нам как раз исполнилось в мае три годика. И поэтому мы не то что рады, мы очень счастливы открытию этого садика. И у меня трое детей, это самая младшенькая. Я очень надеюсь, что моя старшенькая родит мне внучков, и они тоже будут ходить сюда. В такой садик, извините меня, это очень приятно ходить. Проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях решается комплексно и повсеместно. О дефиците мест в детских садах через некоторое время забудут и жители деревни Тельмы. Напряженность очень высокая у нас в близлежащих населенных пунктах к городу Брест. Потому что городские жители строятся в основном у мокрого города, поэтому население Брестского района имеет естественный прирост. И плюс к этому еще городские жители сюда приезжают, строятся и соответственно у них появляются дети, которых тоже надо обеспечить дошкольным учреждениям. Поэтому самая напряженная ситуация у нас в Тельмах, где на очереди стоит уже более 140 детей. И вот буквально сегодня был разговор с председателем госполкома, который дал соответствующее поручение начать предпроектную работу для того, чтобы там построить школу Яслисад, которая особо нуждающаяся в этой населенной пункте. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ. Старые фотографии обладают особой магией. Черно-белой, с потрескавшейся структурой, но такие говорящие. Они погружают нас в прошлое, в историю, помогают вспомнить те моменты, которые отзываются теплом в нашем сердце. И как хочется иногда по-настоящему вернуться в тот самый день и миг, чтобы ощутить те же эмоции, которые когда-то давно испытывали наши бабушки и дедушки, мамы и папы. История одной фотографии стала поводом для создания нового арт-объекта в городском саду. Инициативу краеведа Александра Пащука поддержала городская власть, а за воплощение взялись специалисты городского ЖКХ. Что получилось, смотрите в следующем материале выпуска. Несмотря на свой молодой возраст, городской сад успел обзавестись новыми аллеями, лавочками и арт-объектами. Последние грибы были установлены накануне, и кроме своей основной задачи украшения сада, выполняет еще одну. Напоминает о том, каким был сад в 30-е годы прошлого века. Композиция из милых декоративных грибов попала сюда не случайно. Брещанин Александр Пащук, собирая материалы об истории города, нашел старинные фотографии, где были запечатлены эти грибы-пенечки. Решил дать идею, чтобы потихонечку этот зеленый уголок истории нашего Бреста стал возрождаться. И благодаря, конечно, нашему руководству города, только благодаря им. И в первую очередь хочу сказать Игорю Викторовичу Сильченко, это супер. Он идею подхватил, и вот видите, в данный момент все грибы, они есть. И будут украшать, я думаю, что это не последняя идея. У меня еще есть многие позитивные моменты, исторические факты, я сейчас не буду раскрывать, которые, возможно, в будущем появятся в городском саду. Над созданием грибной композиции трудились коллективы нескольких предприятий жилищно-коммунального хозяйства города. Благодаря их усилиям на территории городского сада выросло 12 грибов. Установка не заняла много времени, специалисты сделали работу в достаточно сжатые сроки. Мы, работники ЖКХ, решили воплотить ее в жизнь, и силами Брест-водоканала были изготовлены формы, спецпредприятие отлило это все, в эти формы все, а окраску сделал предприятие коммунальный. Поэтому, если говорить в целом, то это предприятие городского ЖКХ воплотили те идеи, которые, я думаю, были в головах многих брещан. Сделать этот городской сад аутентичным. Сохранить историю и сделать городской сад по-настоящему аутентичным – задача номер один для городских властей. Но самое главное – территория городского сада не должна быть перегруженной. Городская наша среда состоит из мелочей. И вот эта мелочь в целом создает атмосферу города. Вот пример, когда есть историческое обоснование, пример, когда это недорого, и в итоге мы получили просто такую красоту душевную. Но общий ритмотив работы по городскому саду – это не испортить, не перегрузить какими-то новоделами и не перестараться в желании что-то сделать такое супер-супер, а потом это будет вызывать какие-то эмоции. Поэтому плавненько, поступательно подумаем, что сделать дальше именно по этому уникальному объекту. И думаю, что даже со временем вот эту площадку большую, видите, она очень такая заманчивая для инвесторов. Оставим лучше зеленой площадкой, это будет на пользу всем. Поэтому хорошая, замечательная идея и хорошее, замечательное воплощение. Новая арт-композиция станет еще одним местом, где брещане смогут не только хорошо отдохнуть, насладиться лучами солнца и звонким пением птиц, но и сделать интересные фото на память. Креативный мэр также не упустил возможности запечатлеть себя на фоне арт-объекта. Теперь воссоздать фотографию 30-х годов прошлого столетия в городском саду стало возможно. Настоящая машина времени. Теперь фото 90-летней давности получило второе дыхание. К слову, как отмечают специалисты Брестского ЖКХ, рассмотреть инициативу горожан и разнообразить городской сад, добавив в него особой шарм и идею, не готовы всегда. И уже есть интересные предложения. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БукТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БукТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я, Виктория Нечаева, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова